29 апреля 2024 года. Сейчас у нас будет полограждения. Здесь у нас тут ограждение возводит. Мы сейчас к зданию музей. Вот эту часть до бетонных блоков, ее установили после обращения в лакуратуру. Была там отгрузка щебня или камня, то есть перетащили вовнутрь территории. Далее у нас деревья погублены, сброс грунта, то есть это одно из природоохранных ведомств, не помню, Забайкальский там. Сегодня письмо получил, они выезжали, сделали выездную проверку и зафиксировали. Парк сброса грунта подаем в реку. Получается у нас вот грунт не вывозится, да? А чему вывозить? Можно в реку уже сбросить. Тем более грунт там в перемешку со строительным мусором, который ранее там был закапан. Сейчас подъедем, посмотрим. И получается тут тоже часть забора доделали. Вот здесь где бетонные основания есть, до туда забор был. Но как бы оставился там все равно проход со стороны реки. То есть надо ограждать по всему периметру. У нас такие требования. Там подаем. Ну вот здесь забор он никак обойти, что может вода то прибывает, то убывает. Переплыть там, чтобы животные не попадали. Животные могут переплыть. Да и человек на водке может заплыть. В принципе вон там ограждение качественное. Вот то, что они творят здесь. И плюс это прошлое наследство. Сейчас вот такие заборы делают из профлиста. Все горячее огораживает. Но это должно быть ограждено до начала любых работ. Даже до складирования материалов из профлиста. Ладно, пойдем дальше. Спасибо. Спасибо.